Новую школу в поселке Аршан вот-вот ведут в эксплуатацию. Просторное здание в два этажа включает в себя шесть блоков каждой разной конфигурации. Строительство начали в прошлом году, но из-за пандемии подрядчики немного отстали от графика. Возникли проблемы с рабочей силой. Рассчитывали привлечь строителей из ближнего зарубежья, но эпидемия внесла свои коррективы. На сегодня готовность объекта 80 процентов. Все работы связаны со спортивными площадками, места отдыха школьников. Мы видим все уже сегодня то, что на улице это закончено. Заканчивается работа по фасаду, идет окончание монтажа и сегодня он проходит внутриотделочная работа. Пришлось мобилизовать все ресурсы, которые у нас есть в республике. Часть рабочих была приглашена из соседней Иркутской области. Наружные работы практически завершены. Сейчас подрядчики занимаются внутренней отделкой. Это штукатурка стены потолков, освещение, вентиляция, водоснабжение и канализация. В здании установят даже лифт. Отапливаться школа будет по новой технологии – газовыми котлами. В национальном парке это очень актуально, потому что у нас в связи с тем, что высокие требования к экологии, в будущем мы везде будем внедрять эти технологии. И у нас в районном центре сейчас мы как раз с Евгением Валентиновичем обсуждаем вопрос о замене угольных котлов на газовые. Для самих жителей Аршана это целое событие. После разрушений, которые шесть лет назад нанес сель, строительство новой школы – праздник. В новых кабинетах теперь будут заниматься 470 учеников. Это мечта, наверное, давняя наша мечта всех учителей, родителей, учеников. И, конечно, это событие, открытие новой школы для нас, для тункинцев, вообще для Бурятии, я думаю, это огромные события. Потому что к этому шли, мечтали очень-очень много лет. Все наблюдают, наши жители, аршанцы, родители, дети, пенсионеры, ветераны, все наблюдают за строительством новой, красивой, уютной школы. Объект строится за счет федерального финансирования и будет готов до конца этого года. Сейчас там трудится 117 человек. Поэтому подарок для аршанцев к Новому году гарантирован. Юлия Пермякова, Новости дня.